Итак, вот как раз дальше под второй римской цифрой, под названием «Предназначение супружества» мы как раз перечислили те неверные мотивы, которые, как правило, называют люди на наш вопрос. Зачем вы хотите выйти замуж, зачем вы хотите жениться, вообще зачем вам это надо? Сексуальное влечение. Хоть эта женщина назвала последним, но, как правило, она присутствует под номером один. И у мужчин, и у женщин, как правило, как правило, мы говорим, да? Вот, она так постеснялась, видимо, сразу сказать, пока мы ее не вывели на этот пункт. На самом деле, хочется, человек созревает физиологически, он готов. И, в общем-то, если будем опрашивать супружеские пары, то вот этот мотив присутствует у всех 100%. И это нормально. И это нормально, потому что это и есть. И мы все Богу созданы там. И это должно быть в этом, в мотиве вступления в брак. Но это не должно быть самым главным и единственным мотивом, который побуждает людей жениться. Потому что если этого мотива нет, простите меня, человек больной. Если нас Бог создал с такой физиологией, если мы ее в себе не ощущаем, значит, что-то не в порядке. То есть, как бы, это уже нужно конкретно себе, вот, для себя это понять. И так, это есть, это присутствие, это обычная физиология, мы так созданы. Это нормально, но это не должно быть самым главным. Это не должно быть лидирующим, будем так говорить, приоритетным. Второе, что обычно она также называет, давление со стороны общества. Тебе уже 25, ты еще не замужем, говорит, мамочка к своей дочери. Иди еще мужем. Она все время думает, как вот эта мамочка рисует себе такую ситуацию. Вот выйдет девушка на улицу и говорит, ау, мне 25, замуж пора, надоели все пристают. Ну, кто-нибудь, возьмите меня замуж, да? Ну, смешно. У мужчин тоже есть такой возрастной предел, когда начинают косо смотреть. Приставать с вопросами. Я работал начальником отделов, нанимал на работу там сотрудников. Если приходил мужчина, говорил, там, нет, ну, там, 35-40 лет, там, такое-то образование, такой-то опыт работы. Я спрашивал семейное положение, он говорит, да нет, я не женат, не был женат. Я на него всегда смотрел косо. И в голове с собой. И в голове у меня был вопрос, а ты вообще нормальный, ты здоровый, как ты у тебя с ориентацией, все в порядке? Почему он до сих пор не женат? Слух я его не задавал, потому что я понимал, этот вопрос неправильный. Это его дело личное, жениться или не жениться. И спрашивать об ориентации, о заболеваниях каких-то неправильных. Неправомочно. Неправомочно. Но, тем не менее, вопрос, ну, стереотип такой у нас созревает. Почему ты в таком возрасте и до сих пор еще не женат? То есть общество действительно смотрит на людей именно с этой точки зрения тоже. То есть к какому-то возрасту женщина обязательно должна быть замужем. И, значит, она состоялась. Да? Ну, есть у нас такой стереотип. Мужчина тоже в каком-то периоде должен быть обязательно женат, и там должны быть дети, если он состоялся. Если этого нет, уже как-то вот общество считает человек, личность, не до зрели. Да? Опять, мы не будем говорить правильно ли это, неправильно, но то, что такой стереотип есть, он есть. И то, что он давит, он давит, это никто, как бы, вот, понимаете, из нас не застраховывает. Действительно, да, действительно, с вопросом пристанет. Следующий мотив, который присутствует, и это присутствует также у всех 100% пар, и часто бывает так, что он начинает доминировать. Это поиск комфорта. Ну, под комфортом мы не обязательно имеем в виду там машину. Трешенную квартиру или особняк, или машину. Машину там, какой-то супермаркет, да? Поиск комфорта именно, вы можете знать, как внутренне. Вот, бегство от одиночества, да, чтобы мне было комфортно, рядом со мной кто-то был. Это ведь тоже, в общем-то… Или бегство от предков, которые надоели и давят на тебя. Да. Хочу, чтобы у меня было вот свое, да? Никто на меня там, никто на меня не командовал. Сам покомандую, сама покомандую, да? То есть, вот, комфорт, можно понимать, очень шарафон. И в материальном смысле, это такое личность. Хотя, в материальном смысле, это тоже присутствует. У меня есть дача для твоей машины, давай пожениться. Гараж для твоей машины. Да, гараж для твоей машины. Или у меня есть дача, мне нужны руки работают. Объявление, да, в газетах печали. Есть дача, нужен работник, да, выйду замуж за работника. Или там, есть гараж для твоей машины, давай познакомимся. Еще даже одно такое объявление, вот я вообще там был в тихом трансе, когда прочитал. Нужен дома телефон, все остальное после установки. Что-то типа вот такое можно. Да, да. Дома телефон. Ну, тоже своеобразный комфорт, видите? Вот, то есть, можно, конечно, выходить на разные-разные вот эти вот, на мотивы. Вот четвертый мотив. Причем уровень комфорта вот определяется. Ну да, уровнем развития личности, конечно. Дальше, четвертый мотив, который мы здесь перечислили, желание иметь детей. Ну, вот женщина называла его номер один, кстати, бывают такие, которые называют тоже ученики на первом месте. Очень часто мы в церкви, где-то в собрании или еще где, когда разговариваем со священнослужителями, слышим, что главная цель-то брака – плодиться и размножаться. Это написано в Библии, и так вот дал такую заповедь Господь именно для того, чтобы вот был брак. Для чего он еще нужен? Больше ничего, говорят нам, да. И это правильно, это хороший мотив, и он присутствует, и он должен быть. Но не только для этого. Но должен сказать, что это не самое главное в браке – плодиться и размножаться. Что получается, если семья по какой-то причине не может иметь детей? А должен вам сказать, что сейчас каждая пятая пара в России бездетна. Бездетна, не может иметь детей. Это по статистике, каждая пятая пара в России бездетна. Это вот последняя статистика этого года. То есть 20% семей, либо муж, либо жена, либо оба, не могут иметь детей. Вот, пожалуйста. Что они не благословенны, иначе, получается, они не выполняют Божье предназначение? Да нет, критерий совсем другой. Если мы будем исходить из того, что главная цель – только для того, чтобы плодиться и размножаться, то значит что получается? Вот мне, скажем, мой любимый человек делает предложение, я его так окинула, с орким взглядом, и говорю, ну что ж, знаешь, я так вот на тебя смотрю, и с тебя получится хороший осеменитель. Кто? Понимаете, ну если назвать все своими именами, если женщина выходит замуж только для того, чтобы иметь детей, ей не нужен как таковой человек. Кто ей нужен? Блеменной осеменитель, правда? Ну давайте посмотрим все свои имена. Благословную, да, и если я женюсь только лишь для того, чтобы плодиться и размножаться, мне не нужна девушка как личность, как человек, с которым я буду строить отношения, строить одну плоть. Лучше выражал хорошо. А мне нужна родильная машина, потому что сам я пока это делать не умею. Ну правда раньше вот мужчины этим занимались, читали Библию, да, там, Авраам родил Исаак, Исаак родил Иакова и так далее. Ну потом это им все надоело, а они женщину отдали. Пускай женщины рожали. Это, конечно, бабушка говорила. Она читала Библию, да? Она понимала это буквально. То есть вот раньше мужчины рожали, все. Ну. И она интересно говорила, потом это рукомесло надоело, а я его женщина модель. Ну, шутка это или не шутка, да. Ну, в общем, факт то, что действительно, вот посмотрите, этот, опять есть этот мотив, он есть, он присутствует. И это хорошо, что он есть, но он не может быть самым главным. Еще есть пятый мотив, вот пока его нет в наших пособиях, вот у нас, когда они будут пересдаваться, мы его обязательно внесем. Пятый мотив – эмоциональный всплеск. Мы его так назвали. Ух ты, вот это да! Ой, как я его люблю! Вот это здорово, она рядом! Как я хочу быть вместе с ним всегда! И когда мы рядом, так здорово, так все хорошо, и внутри все вот прям аж тепло и хорошо, и жарко, и все вот. Такой адреналин. Нам надо быть вместе, это воля Божья, я это чувствую. Вот, понимаете, все, эмоциональный всплеск сработал, в голову там что-то ударил, да еще и плюс, если первый мотив очень хорошо работает. Все, понимаете, вот этот эмоциональный всплеск вместе с первым мотивом сделали свое. Ну, в процессе наших лекций мы будем называть такие основные правила жизненные, которые мы выработали во время нашего преподавания семейной этики. Вы их тоже можете записывать и применять позже. Вот, ну, мы сразу скажем, что по мере того, как мы их будем проговорить, мы будем говорить, ага, это правило есть, а вот это правило. А обещаем вам, что в последний день мы их как бы все выведем. А вообще, мы назовем еще раз. Да, и может быть, это даже будет такой базой, ну, для будущего, вот вашего душепопечительства. Потому что, в общем-то, эти правила, это, в общем-то, и так, одно из правил, которые мы говорим для священнослужителей, вообще для всех людей. И правила, по которым мы всегда следуем во время душепопечительских бесед. Что решения, принимаемые в эмоциях... И в чувствах. И в чувствах. Всегда неверные. Можете его записать. Решения, принимаемые в чувствах, решения, принимаемые в эмоциях, всегда неправильные. Потом Бог может обратить это во благо принятое решение. Но сколько нужно будет шишек себе набить? То есть, решение, принимаемое в чувствах и эмоциях, всегда неверное. Потому что решение нужно принимать холодной, трезвым рассудком. Обязательно. Ни в коем случае не в эмоциях. Однажды просто была беседа с одним молодым человеком, он говорит, «О, вы знаете, я так ее люблю, она такая женщина, она такая сексуальная, я когда с ней нахожусь, мне ничего не нужно. Вот, и да, конечно, меня все отговаривают, и мне мама отговаривает, мне все друзья говорят, ты знаешь, тут же, у нее же там вообще внутри ничего не осталось чистого, потому что она тут совсем подряд переспала, тут все ее переимели. Ну, вы не представляете, как мне с ней хорошо. Вот, понимаете, и вопрос в лоб. Так, подождите, а давайте в сторону немножко ваши плотские эмоции вот так, уберем. Ваши чувства, ахи-ухи, уберем, давайте на трезвую голову. И начали. Так, вы хотите от этой женщины детей? Да, ну почему бы нет? Прекрасно. А она станет хорошей матерью? А она, вы уверены, что вы у нее последней? А вы уверены, что она возьмет на себя женские и материнские обязанности? Вы сегодня видите в ней женщину, женщину, а не самочку? Вы знаете, вот начинаем ему сдавать. Вы свободны, вы постараетесь на пять минут, пять минут всего, в эмоции в сторону, трезвую голову, можете на пять минут вообще мужскую себе вернуть. Проанализируйте факты, а потом пусть чувства возвращаются. Но это же будут факты вместе с чувствами. Решения, принимаемые в эмоциях и чувствах, всегда неправильные. То есть вот это просто нужно для тебя взять. За основу это касается всех, и верующих, и неверующих. Потому что часто верующие свои эмоции и чувства говорят, это воля Божья, понимаете, вот их вот это все переполняют. Я это чувствую. Да, ну чувствуй. А вот давай к чувству в сторону и попробуй посмотреть. Потому что у нас Господь, Он все-таки Господь в первую очередь фактов. Не важно, что Он чувствует, но Он действует, соответственно, тому, что Он пообещал, соответственно, своим обитаванием. Вот, пожалуйста. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, Вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok